Несерьезная история. Именно под таким названием прошла презентация выставки, посвященной 30-летнему юбилею музея-заповедника Пустозерск. Подробности далее. Алисонный экспонат. Это самый первый предмет, который в мире поступлений записан под номером один. Именно с этого ковша 19 века начал создаваться экспозиционный фонд историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника Пустозерск. В Доме Шевелёвых состоялось открытие экспозиции «Несерьезная история». Выставка делится на три зоны. Организован небольшой кинозал, где каждый желающий может посмотреть видеокадры из насыщенной музейной жизни. Предметами выставки стали и находки с географической экспозиции «Ушкуйники», в которой участвовал первый директор музея Михаил Фищук. Также представлены костюмы нижнепечорских жителей, в том числе Пустозеров. Выставка будет открыта до 20 мая 2022 года. Выставка называется «Несерьезная история», потому что мы решили оформить её в таком не совсем формальном стиле. И лет нам не так много, нам есть куда расти. В этом году музею исполнилось 30 лет. За столь большой период была проделана колоссальная работа. И сотрудникам музея-заповедника есть, что показать посетителям. «Наш музей, конечно, связан неразуемо с Пустозерским, популяризирует его историю, сохраняет. Ну и дальше вы видите основные события в жизни музея. Это первые авакумовские чтения, затем первые волонтерские лагеря, ну и все остальные события». Сотрудники музея-заповедника ведут большой спектр работ по поискам раритетов, изучению белых пятен в истории Заполярного края. «Мы занимаемся и научной работой, и собирательской, собираем ценности, издаём их фондам музея. Работа с архивами, ну и, конечно, это работа с людьми, так как музеи, конечно, и для людей в первую очередь работают, существуют. Ну вот здесь мы это показываем. И важной такой частью музеев является реставрация». Реставрация старинных предметов – самая кропотливая работа. Так, на выставке были представлены самые эксклюзивные экспонаты музейной коллекции. Одна из них – пара перчаток и чайная пара. «Вот эти перчатки, они принадлежали жене священника Пустозерского прихода, Поповой Агнии Михайловне. Ну и, например, такая вот чайная пара, она была куплена фишком Михаилом Ивановичем в городе Петербурге». Для каждого из сотрудников музейного дела это не просто работа, это смысл жизни. «И сразу после института я пришла в музей работать с ландшафтниками. И вот меня музей затянул на самом деле. Были очень хорошие учителя, были такие, которые меня впечатлили в музейной работе, впечатлили в Пустозерском. Ну и это стало, можно сказать, делом всей моей жизни. До сих пор я работаю в музее, я надеюсь, что я буду работать в музее. Здесь очень интересный, здесь очень хороший коллектив, очень, так скажем, интересная, где-то творческая работа, где-то научная работа. То есть такая разнообразная деятельность, и это очень интересно». Сегодня в музее-заповеднике Пустозерск, являющегося структурным подразделением музейного объединения, работает целая команда профессионалов-хранителей истории. Василий Хатанзельский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».